Добрый день, сегодня я расскажу о трехосевом электронном гироскопе с трехосевым акселерометром МПУ 6050. Он очень доступен по цене, поэтому и стал популярным. Мы на примерах рассмотрим алгоритмы работы с ним, вопросы калибровки, фильтрации сигналов и их варианты. Этот датчик может применяться для определения положения в пространстве вашего устройства и в системах стабилизации положения и стабилизации направления движения. Например, в балансированных роботах, в игровых приставках, применяются в робототехнике для стабилизации прямолинейного движения, движения по заданной кривой, для измерения углов наклона, скорости вращения по трем осям. В авиамоделизме его применяют в автопилотах. Датчик может применяться для измерения перегрузок и тому подобное. Гироскоп. Гироскоп измеряет угловые скорости по трем осям с разными пределами измерений. 250, 500, 1000 и 2000 градусов в секунду. Пределы измерений могут быть выставлены в соответствии с вашими задачами. Для тех, кто ранее был знаком с механическими гироскопами, могут возникнуть некоторые неопределенности. Дело в том, что механические гироскопы стабилизируются в пространстве за счет своих физических свойств. Электронные гироскопы этого делать не могут. Они лишь измеряют скорость вращения вокруг осей и ничего не могут сообщить о текущем положении системы. Мы, конечно, можем принять начальное положение системы при включении за нулевое. Далее опрашивать гироскоп с известным интервалом и, считав скорость вращения, вычислять, на какой угол была повернута система за это время. При этом мы допускаем, что скорость вращения между двумя опросами гироскопа была постоянная. Разумеется, такой подход приведет к неизбежному накоплению ошибки. Для определения положения системы в пространстве попробуем использовать трехосевой акселерометр. Акселерометр также имеет настраиваемые пределы измерений 2, 4, 8 и 16G. Эти пределы устанавливаются в зависимости от динамичности вашей системы. Напомню, на любое тело действует сила притяжения. В состоянии покоя это 1G. Когда мы поворачиваем датчик в пространстве, показание акселерометра на каждой из трех осей будет изменяться в зависимости от положения. Итак, с помощью трехосевого акселерометра под воздействием силы тяжести можно определить положение системы. Давайте подключим датчик к микрокомпьютеру и попробуем считать с него данные, вычислить углы наклона, а потом вернемся к гироскопу и станет ясно как его использовать. Для подключения к контроллеру или микрокомпьютеру у датчика имеется шина i2c. В описании этого видео есть ссылка на статью, где приведен пример работы с датчиком на языке программирования Python. Также можно найти в интернете, массу примеров для Ардуино. Если считать данные с датчика, можно заметить некоторую погрешность. Например, при абсолютном покое датчика показания гироскопа будут отличны от нуля, а показания акселерометра могут превышать единицу. Дело в том, что каждый экземпляр датчика требует калибровки. У некоторых цифровых датчиков можно встретить корректировочные коэффициенты, которые для каждого экземпляра прошивают в память датчика на этапе производства. К сожалению, в этом датчике такого нет, и мы сами должны позаботиться о калибровке. Показания датчиков имеют некоторое смещение относительно нуля, что и вносит погрешность в измерения. Нам нужно учесть эти смещения для каждой оси гироскопа и для каждой оси акселерометра и вносить корректировку при расчетах. На самом деле присутствуют и другие погрешности. Например, трехосевые датчики должны располагаться взаимно перпендикулярно. Но при производстве трудно добиться абсолютной точности, поэтому этот угол также имеет определенные допуски и влияет на погрешность. Кроме того, показания датчиков с трех осей могут иметь разную пропорциональность. В данном случае на большую погрешность возникает из-за смещения относительно нуля. В примере я предусмотрел процедуру калибровки. Она состоит из двух этапов. Сначала датчик должен быть неподвижен. Подразумевается, что угловые скорости равны нулю. Калибруется гироскоп. Затем калибруется акселерометр. Нужно его не спеша поворачивать во всех направлениях. Это займет около минуты. После чего функция калибровки выдаст вычисленные значения, которые нужно прописать в скрипте. И на этом калибровка закончена. После калибровки погрешность значительно снизилась. Мы видим, что значения достаточно зашумлены. Их нужно фильтровать. Я применил очень упрощенный фильтр Калмана. Показания стали более стабильными. Но если датчик потрясти, мы видим, что показания углов изменяются. Иногда очень сильно. Хотя мы его не поворачиваем, а перемещаем с ускорением вдоль осей. Это логично, поскольку на акселерометр теперь, кроме силы тяжести, действует дополнительная сила и результирующий вектор изменяет направление. В решении этой проблемы нам поможет гироскоп. Именно он может нам сказать, что система-то не вращалась. И поэтому мы можем эти колебания отфильтровать. Мы поступим следующим образом. За начальное положение примем значения, вычисленные на основе данных акселерометра. Далее будем вычислять положения на основе данных гироскопа и положения на основе данных акселерометра. Затем эти два значения сводить вместе. Получится, что акселерометр будет компенсировать уплывание показаний гироскопа. А гироскоп не будет давать зашкаливать акселерометру при вибрациях. Математически, такой алгоритм можно представить следующей формулой. Использование отдельно акселерометра или отдельно гироскопа не даст желаемого результата. Только их совместно использовать с применением фильтрации с учетом показаний двух датчиков. Но если вам не хочется заморачиваться с реализацией фильтра или вычислительные мощности, недостаточные для его работы, можно пойти другим путем. Применительно к этому датчику существует понятие Motion Up. Это некий бинарный код, который записывается в память датчика каждый раз после включения. Код собирает и фильтрует показания датчиков. Фильтрует очень периодично между прочим. И складывает в буфер FIFO. Собственно вам остается дождаться готовности данных и считать буфер со всеми показаниями. В описании к этому видео есть ссылка на статью, в которой приведен пример на питоне, который я нашел на гитхабе. Кто использует ардуино тоже может без труда найти в интернете аналогичные примеры. Как работает Motion Up для меня пока остается загадкой. Также остались вопросы по калибровке и корректировке параметров фильтра. Тем не менее датчик обладает такими функциями и при необходимости вы можете их задействовать. На этом все. Всем успехов!